Личные боевые задачи второй кампании я выполнял не торопясь. Все с отличием. На Эскалибур с отличием, на Химеру с отличием и пришло время для Объекта 279. Тут тоже думал, что наверное сразу все с отличием не выполню, но старался, шел потихонечку. И хотел сделать, как отцы говорили, старшие товарищи с фиолетовой статистикой. Они что говорили? Выполняем все задачи, получаем бланки. За выполнение Эскалибра и за выполнение Химеры у нас должно быть 8 бланков. И нам по сути нужен еще один. То есть нам нужно какую-то одну задачу выполнить с отличием, пятнадцатую задачу. Потому что бланк дают только за пятнадцатую задачу. Вот такой он красивый. Ну я и пошел по такому принципу. Первая ветка, в которой я дошел до пятнадцатой задачи, была коалиция. Ну вот в ней и пробовал. Играл на разных машинах. Что только не пробовал. Не идет. Никак не могу получить трех мастеров за двадцать боев. Два было. Потом фейл, фейл, фейл. Вроде вот сейчас должны дать мастера, но что-то происходит. Или чуть-чуть там очков не хватает. И никак. Помучился я пару дней. Потом включил мозг и думаю, а зачем? Зачем мне для получения танка нужно выполнять такую сложную по сути задачу? Потому что мастера получить это на самом деле сложная задача. И я пошел другим путем. Все бланки, которые у меня были, я ими закрыл задачи, которые еще не выполнил. Больше всего почему-то получилось в Германии. Ну, просто как-то на немецких танках меньше всего играл. И стал выполнять пятнадцатые задачи основное условие. А там нужно три раза получить за двадцать боев знак классности первая степень. А это уже, извините меня, гораздо-гораздо проще. Ладно, тут определились. А на чем выполнять? Идем в ангар. Определиться нам поможет вот такой интересный модик от Юши Протанки. Который показывает, сколько очков нужно на третью степень, на вторую, на первую и на мастера. Вот из этого и будем исходить. Выбираем советские танки. Восьмой, девятый, десятый уровень. Ну и китайские. И смотрим. Нам нужно, чтобы было как можно меньше значения для получения первой степени. ЛТшки. Что-то все равно много. Желательно меньше тысячи. Ходил я так, ходил. Искал, искал. Премиумные. Все почему-то задраны по статистике. И тут натыкаюсь на Т-54. У него тысяча. А тысяча это уже неплохо. Тысяча это уже вполне решаемо. И тем более нравится мне этот танчик. Машинка отличная. Есть броня, есть пушка. И есть камуфляж зачетный. Вот на нем я и стал выполнять. Выполнил с первого захода. Потом стал думать про задачи блока. Это у нас немцы и японцы. Сначала пытался тоже выбирать. А потом плюнул, думаю, что такое. Смотрю, Т-55А. У него, конечно, немножко повыше, повыше планочка. Ну, вот мне зашел Т-54. И пока я был на этой волне, я, можно сказать, за 10 боев, ну, врать не буду, примерно за 10 боев, выполнил эту задачу. Потом отдельно видос выложу на эту тему. Как я последнюю задачу выполнил на Т-55А. Там можно будет посчитать, сколько боев у меня ушло. А вообще, специально для этой задачи, я себе покупал СТА-2. Думал, вот, вот на чем я буду. Вот оно днище-то, танк-днище. На нем я и буду мастеров брать. Просто в каждом втором бою. Но оказалось, что танчик немножечко апнули. Пушку ему улучшили, немножко брони в башни добавили. И он заиграл совсем другими красками. И статистика у него поднялась. И мастер уже 1300. То есть, просто так уже мастера на нем не возьмешь. Но я зато на нем с удовольствием поиграл. В принципе, стал неплохой танк. А задачи я выполнял именно на Т-55А. Пошли дальше. Дальше у нас Альянс. США, Великобритания, Польша. Смотрим, что у нас есть в ангаре. Тут у нас Раздолье. У нас есть Волкер, Бульдог. 886 очков для первой степени. У нас есть Т-32, у которого 931 очко. У нас тут есть Барсук, у которого 940. То есть, машины на любой вкус. СТ, ПТ, ЛТ. Я попробовал на той, на другой, на третий. Хомяк тут тоже недалеко ушел. Тысяча всего. И в итоге, как-то так незаметно для себя на разных машинах выполнил эту задачу. Ну и последняя коалиция. Франция, Чехословакия, Швеция, Италия. А когда я слышу, что это Италия, это у нас по-любому Праджетта. Франция, Чехословакия, Швеция, Италия. Смотрим Праджетта. У него, конечно, планочка. Первая степень 1080. То есть, вполне себе достижимый результат. Хороший бой просто сыграть. А тут можно, кроме этого, еще. На ЛТшках. Батчат 12 тонный. 945. ПТ-хи. Барабанные. 911. Планка не очень высокая. Так что, когда я перестал гнаться за мастерами, а поставил себе планку в первую степень, я спокойно за два дня выполнил все пятнадцатые задачи. Получил себе объект 279. С удовольствием скатал на нем парочку боев. А с отличием буду выполнять чуть позже. Когда отдохну, когда накатаюсь на 279, примусь за эти задачи перевыполнять с отличием. Надеюсь, мой совет вам поможет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!